В Саратове намечается масштабное отключение воды. Краны пересохнут в жилых домах четырех районов города, в том числе в учреждениях соцсферы и организациях, везде без исключений. Масштабное отключение произойдет из-за ремонтных работ на сетях концессии водоснабжения. В администрации города состоялось заседание оперативного штаба по подготовке объектов городского коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Отключение водоснабжения стало главным вопросом повестки дня. Запастись водой стоит абонентам Ленинского, Кировского, Волжского и Саратовского районов с 4 утра среды 16 июня до 3 часов ночи пятницы 18 июня. В районе Новой набережной полным ходом идут работы. На будущем пляже уже приводят в порядок пешеходные дорожки. Укладывают асфальт, устанавливают бордюры и лестницы. Также разграничены тематические площадки. Подготовлены основания под спортивные детские зоны, велопарковки, кафе, кинотеатр под открытым небом. Спуски к пляжу и набережной тоже благоустраивают по улице Второй Садовой и Шелковичной. Собственники зданий приводят фасады к единому стилю и начинают перепрофилировать объекты. Напомним, реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от улицы Шелковичной до Второй Садовой началась в 2019 году по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Саратовская дельта во второй раз обыграла действующих чемпионов страны. В 12-м туре чемпионата России по пляжному футболу она встречалась с московским локомотивом. Это вторая встреча команд, которая вновь завершилась победой подопечных Эмиля Джабарова. Итоговый счет 4-3. Перед матчем к саратовской команде присоединился чемпион мира в составе сборной Португалии Лео Мартинс. В ходе игры с локомотивом он забил один гол. В рамках чемпионата дельта одержала уже четвертую победу подряд. Второй этап проходит в Санкт-Петербурге до 13 июня. У дельты впереди еще две игры.